... утаённых, но открытых пророками и апостолами. Дух Святой, глаголовший в пророках, благовествовал рабам своим пророкам. Весть о завершении тайны домостроительства спасения называется благовестием по причине покоя и блаженства, которые имеют наследовать праведные. Для нечестивых труб... Вот чернявая, черная кошка, день просидела, хотел трое суток, не выдержал, выпустил. Первый раз выходит на крыльцо, палец сопровождает её, чтобы она никуда не ушла. Она не знает, всё незнакомо ей. Вот она первый раз вышла. Вот так человек в незнакомом месте уезжает другое государство, другой язык. Пошла. Куда пошла, неизвестно. Пошла. Кусты смотрит. Она очень ловливая, теперь она пойдёт. А Паля наблюдает за ней. Тоже вышла. Паля того пушистая стала, вошла в возраст. Хвост как у лисы, такая красавица. А там кусты. Что-то там где-то шорох какой-то. Вот. Чернявая. Она должна здесь прожить четыре месяца. Чёрная-чёрная. Нет ни одной волосинки, там жёлтая или белая. Так. А Паля наклонилась и готовая к прыжку. Похоже, они обе же не хаются. А у меня тут два кота. Как они придут, что тут будет? Сколько опасностей. К непознакомым кустам она боится подходить. И правильно делает. А там может быть собака, тигр, лев. Травку ищет какую-то. О, пошла дальше. Пантерна настоящая, чёрная. Как называть, Багира. Ну. Нашла тропинку. Более открытую. Ты куда пошла, а, чёрная? Заблудишься домой-то прийти? Ну, иди сюда. Пошла. Так вот и теряется. Иди домой. Домой иди. Какой домой? Надо узнать, что дальше. Всё. Ушла. Вот так пример человеку. Уходит, когда в мир. Не знает, куда идёт, с кем дружить. Надо ли дружить. Всё. Вот. Пришла чернявая домой. Вот что она делает тут на крыше. Это ищет кота. Кто-то танцует. Кто-то песни поёт. А это вот показывает. Готовность к подвигам. Приносит много. И куда их девать. Не люблю, когда стерилизуют. Она сама не знает, что с ней творится. Вчера так и приехала. Томилась 3 часа в коробке. А сегодня вот она сейчас. Всё. Здесь пометок наставят. Придут знакомые женихи. Чернявая. Иди домой. Поешь. Успокойся. Ну. Что делаешь? На счёт это что-то, а? К моему велосипеду. Да. Опять всё под... Покажет красоту свою. Так уж устроено. Не нами. Недавно только окатилась. И паля. Три дня только назад. И сегодня она опять уже ищет. Ищет. Как Ян Каменский говорит. Судьба умрёт. И тут же ищет другую свадьбу. У нас белый. Любят садиться на стол. как путевой. Это Максим. Чашку показывает. Повем. Рыжего снимите. О! Бумажки полетели. Он не поймёт что такое. Так. Проверить надо. Всё. Подбирайте. Хвост. Дудкой пошёл. Ну всё тут много не боится. Ну ладно. Из-за стола вылазим. Четыре кошки. Она очень хорошая. Синька звать. Синька какая. Это сегодня у нас первое сентября. И моя синька здесь вот. Она двух принесла. Синька пришла. Ага. Вот она идёт. Да кто подошёл ко мне? Да кто такой? Да тебя любят здесь, а? Я подойду поближе к ним. Она катилась у меня. Я ещё их слепых отдал сюда. Два котёнка. Интересно. Один чёрный без пятнышка. А другой белый с какими-то полосками серыми. Вроде бы так. А может быть и полосочки-то пояснее потом будут. А это мать их. Ой. 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 Глаза тоже синие. Чашечка здесь. Воды нету. Да хорошенькие такие. Глазки серые. А у этого глаза голубые. Но тут не видно будет. И мамка их. Когда отдал их. Прошло дня два. Она вдруг является мокрой. По траве где-то по огородам шла. И в зубах котёнка принесла. Белого. Через два дома тут. Ой. Да хорошая кошка. Да благословит тебя Господь. В хорошие руки ты попала тут. Хотя и у нас тебе было неплохо. Нет. Кошку брать мы не будем. Она их будет учить мышей ловить. Потерялась. Наверное дней пять не было нигде. Чернявка сегодня явилась. Ох пришла. Да радость ты моя. Да хорошенькая такая. Сейчас пойдём здесь. Всё запечатал. Чтоб на улицу не вышло. Не по Евангелию. А по... Парень чернушка. Дружный очень. По вере бабушки. Кто из священников может сегодня выйти к народу и сказать. И постоянно твердить о том. Как восклицал святой Кирилл Иерусалимский. Если слова мои не сходятся с Библией. То не верьте и мне. Прямо подружились как родные сёстры. Чего нет в Библии. О том и не рассуждаем. А сегодня делают всё возложное. Чтобы люди не знали содержание Библии. Есть чернушка. Парень уже поел. Давая себя за оракула. За изрекающего истину. Ты уже ела Парень. Не надо. Пусть она поест. Не доверившийся ему слепотствующий народ. Я тебе рыбу давал. А её не было дома. Словом Божьим. Священник должен учить народ во время и не во время. Ох какая нахальная. Парень. Не хорошо это. Ну не хорошо. Парень. Обличай. Запрещай. Увещевай со всяким долготерпением. Чернушечка ешь. Ешь. Второй Тимофеев 4.2. Зализывает эта фольга в которой рыбу готовят. И если священник не учит народ как должно. Так у меня на пипитре на столе сидит, спит. Ни шагу не даю шагнуть. С улицы подобрал. У меня и так своих 4 кошки. Теперь опять 5. Хочу её забрать по телеверку. Володя спросил разрешение. Он разрешил. Добрый. Это сегодня 26 мая. И если бы народ знал священное писание. И мог проверять всё сказанное пастырем. Сходится ли сказанное с Словом Божьим.